добрый вечер всем к сожалению youtube меня не пускает прямой трансляции почему я не знаю с телефона не пускается ноутбука не дает никакого звука видимо это связано как-то с ограничением для русскоязычных блогеров а вот друзья всем добрый вечер кто еще присоединился кто присоединился еще раз всем добрый вечер пишите пожалуйста комментарии в телеграм-канале есть специальный пост для комментариев вот я прям написал для комментариев пишите тут и так вот мы с вами будем общаться пишите свои вопросы я продолжу расскажите про ваших друзей ваше личное отношение к дружбе как много вы готовы сделать ради дружбы любите ли вы шумная компания где и парни и девушки гуляния семьями насколько вы доверяете своим друзьям очень интересно услышать ваше мнение вы живете одна и кажется вам вполне комфортно как вы понимаете что это свой человек или наоборот ого сколько вопросов светлана ну давайте я попробую ответить расскажите про ваших друзей ваши личные отношения дружбы давайте с первого начнем расскажите про ваших друзей так значит я когда снимаю видео для ютуба да там практически нет людей на видео да и всем почему-то кажется и что я такая одинокий одиночка на самом деле люди вокруг меня есть просто я их не снимаю и к слову сказать большинство из них отказываются просто вот я ну я просто спрашиваю человека давай я тебя сниму тут на видео там пообщаемся или там сделаем какое-нибудь интервью интересно люди отказываются большинстве своем не хотят быть звездами youtube они все хотят короче вот ну это к слову да что люди думают что я здесь совсем одна это не так вокруг меня много людей и односельчан и не односельчан и гостей периодически в доме у меня люди бывают просто я их не снимаю на видео про моих друзей вернусь к вопросу светланы да значит одна подруга а у меня сейчас находится в шотландии она вышла замуж за шотландца родила сына и сейчас там пытается адаптироваться к жизни вот этой шотландской она там сейчас недавно сдала на права сейчас нашла работу очень рада что у него все там складывается благополучно а вот то есть она достаточно хорошо адаптируется там это она кстати мне отдала трешу мы с ней познакомились когда учились в институте по моему на первом или на втором курсе я точно не помню и как-то у нас так завязалось общение достаточно глубокое сразу то есть ну сразу мы нашли общий язык и как будто мы сто лет с ней уже давно были знакомы вот у нас появилось очень много общих тем вот и мы до сих пор поддерживаем связь с ней общаемся и поздравляли друг друга с новым годом недавно общались через аудиосообщение через видеосвязь иногда общаемся я заочно знакомы уже с ее сыном с ее мужем очная кстати знакома да когда я была в нижнем когда они в нижней приезжали сюда муж приезжал за ней да мы встречались я общалась с томом его муж зовут том вот правда он только английский знает русский не знает я так знаете на ломаном английском надя там переводила мой русский на английский вот так мы через посредника через найдете через ее перевод немного с ним пообщались он рассказал про свою страну она общем достаточно интересный человек он занимается аранжировкой фильмов очень известных голливудские даже некоторых но создает короче треки для фильмов очень интересная у него профессия так что еще про друзей так есть у меня еще один друг значит андрей это дружба чисто такая вот настоящая как бы не как между мужчиной женщина как человек с человеком дружба чтобы ничего не подумали а значит он очень неординарный человек он вегетарианец он в прошлом году летом купил автодом у него была мечта купить автодом и ехать на нем путешествовать по россии вот значит он его купила быстро там всего машину отремонтировал как раз в этот момент я переезжала я переезжала перевозил вещи да и с ним списалась и он мне предложил да он предложил помочь перевести вещи вот том числе кошек и велосипед да я перевезла он мне вот эти помог самые крупные вещи привести самый важный точнее не все конечно там у него поместилось ну то что поместилось мы перевезли он здесь неделю у меня гостил где-то помог мне там по дому по участку что-то сделать след что-то отремонтировать и так далее и как бы уехал но мы с ним тоже поддерживаем связь мы общаемся через интернет поздравляем друг друга с праздниками так далее ну я знаю как так получается если я схожусь с людьми то это как-то получается сразу и очень глубоко то есть у меня нет такой дружбы где вот поверхностно да но я могу общаться с людьми да чисто вот как бы с дальним кругом общения но если это знаете так глубоко и проникновенно то очень редко такое случается и поэтому не очень много людей с кем я достаточно близко общаюсь скажем тогда и вот а кто а еще у меня еще есть третья подруга то нет она живет под нижним новгородом и мы иногда вы когда гуляю в городе вот данном случае сейчас да я живу за городом я приезжаю иногда в нижние мы там встречаемся общаемся с ней вот в нижнем уже то есть она в нижней тоже едет из зеленого города и я еду из области и мы там встречаюсь а до этого дома и вот когда жила в нижнем мы там встречались с ней тоже у нас очень много таких знаете глубоких тем в общем получается достаточно близких человека у меня три и это наверно правильно да не каждому расскажешь о каких-то очень таких интимных моментах сакральных да не с каждым ты на одной волне вы наверно понимаете о чем я да это мне кажется у всех людей так светлана пишет ваше личное отношение к дружбе как много вы готовы сделать ради дружбы но знаете дружба это прежде всего когда люди несмотря на то что они близки друг другу да ну достаточно сильно близки если это речь о настоящей дружбе бед несмотря на это люди все равно соблюдают границы друг друга да не нарушает лично границы друг друга но в то же время комфортно экологично с ними общаться на то есть нет никакой токсичности есть поддержка друг друга то моральная психологическая можете поддержать друг друга выслушать друг друг самое главное да вот эта дружба я считаю настоящая а когда кто-то например на кого-то обижается кто-то от кого-то что-то ждет обязательно да у кого-то есть какие-то ожидания другого то это не дружба мне кажется это уже что-то такое знаете болезненно нездоровая когда взрослые люди дружат друг другом да так я извиняюсь меня белка сайт провод я на руки возьму чтобы она не перегрызла все провода здесь в общем если взрослые люди дружат ну если это настоящая дружба то это всегда понимание принять принятие в любом любых моментов до в жизни человека как бы искренность доверие не нет никаких сверх ожиданий есть понимание принятия да вот там например пишешь другу да там приезжай я там хочу тебя видеть на новый год а он пишет я не могу приехать у меня не то состояние а я могу понять да я не обижусь что вот меня там друг не приехал встретить со мной новый год там или подруга да и так далее да я к этому отношусь с пониманием равно как его в обратную сторону да если я не в кондиции там ехать и меня приглашают там люди тоже не обижаются то есть они как бы все с пониманием относится это важно я считаю в дружбе любите ли вы шумные компании где парни и девушки и гуляния семьи вот это кстати не люблю где знаете такая сборная солянка можно сказать разнотипных людей которые разные абсолютно по мировоззрению у я я сторонник знаете таких больше кулуарных компаний небольших там два-три человек но максимум четыре хотя тоже не совсем кулуарная компания ну максимум три человека да мне очень комфортно в таких компаниях где люди на одной волне где никто не противоречит друг другу где нет вот этого кто в лес кто по дрова где все шумят каждый отчета о чем-то своем знаете такой я раньше кстати собирала такие компании у себя дома в квартире там дни рождения отмечали мы новый год собирать большие компании там до 10 человек я помню но к сожалению там нету такое знаете флера такое вы знаете как это объяснить атмосферы уюта полного доверия комфорта полного потому что ты можешь раскрыться психологически да когда рядом с тобой такие вот люди которые ну вот просто комфортно тебе с ними да а когда в больших компаниях такого никогда не будет а насколько вы доверяете своим друзьям на сто процентов всем кого я назвала по крайней мере полным доверие к людям отношусь они очень чутко берегут мои личные границы не лезут туда куда я не хочу чтобы они лезли да там и могут выслушать тогда когда я захочу то что хочу рассказать и так далее то есть ну у меня нет сомнений никаких в этих людях очень интересно услышать ваше мнение вы живете одна и кажется вам вполне комфортно и одной мне кстати до комфортно тоже порой я лучший друг сама себе ну знаете у всего есть скажем так пределы что ли как назвать слово у всего есть свои ну да пределы какие-то то есть общение она всегда должна быть продуктивный продуктивным и комфортным да ну согласитесь и если человек достаточно долго как бы в вашем поле находятся у вас нету личного какого-то пространства то каким бы хорошими не были друзьями рано или поздно вы начнете задевать друг друг где-то в каких моментах и раздражает друг друга да поэтому всегда даже при наличии дружбы хорошие у каждого должно быть свое личное пространство норка в которой ты можешь спрятаться и тебя другие люди не будут за это обижаться это вполне нормально также и с близкими людьми кстати не только с друзьями как вы понимаете что это свой человек или наоборот я уже сказала да у него сразу я ну то есть я начинаю общаться человек мы понимаем что мы вот об одном сразу я понимаю я не знаю как остальные мне сразу комфортно с этим человеком я сразу вижу что я могу говорить с ним на откровенные какие-то темы мы где-то как-то вот друг другу очень больше общаемся тем больше друг друга раскрываем и понимаю ну и возникает вот от понимания что блин а это мой человек и таких людей извините меня не каждый второй я вот только трех названа до которых я уже достаточно давно знаю не знаю как объяснить я думаю понятно объясню так что тут у нас привет из деревни бухары в александрском районе привет мышек победили от промышек стать интересно значит когда только начались холода а начал полететь снег у меня так много шебуршание было по стенам вот там где особенно кухня у меня пристроена к основному дому да и вот эта стена где между кухней и домом там есть небольшие щели между бревнами и они постоянно там шебуршали шебуршали в полейнице но вы видели да я как с ними боролась там и дегтем и ультразвуком вот ванной я нашла кстати у меня лежала на полу мыло хозяйственное видела что его мыши погрызли то есть они как-то в ванну еще попадали как они туда залазят я не знаю где у них там норы вот это было все знаете прошлом году начале зимы ноябрь октябрь ноябрь и еще декабря и вот сейчас я вообще их не вижу не слышу я не знаю куда они пропали видимо они как-то с морозами то ли куда-то уходят спячку может быть может быть я не знаю как это муж и устроена и сейчас вообще никого не слышу я не вижу нигде никаких мышей они куда-то все пропали нет у меня в розетке не торчит утрозвук и вообще практически их перестала видеть и слышать видимо с морозами они как-то уходят куда-то да ваша деревня как называется она слушайте я уже говорил в предыдущих эфирах можете посмотреть меня на ютубе там есть записи эфиров там я рассказываю почему не называю местоположение свое свое да потому что очень много людей разных особенно ютубе которые скажем так мягко говоря недоброжелательно ко мне относятся я не знаю почему совершенно незнакомые мне люди имеют какую-то агрессию ко мне которыми в жизни никогда не встречалась не виделась ну в общем я стараюсь соблюдать свою безопасность и не озвучиваю по этой причине свое местоположение у меня звук пропал так у меня видно что микрофон включен еще интересно вы каждый день топите обе печи или одну а вот кстати смотрите голландку вот ту печку маленькую которую мне на кухне стоит я топлю почти каждый день особенно в морозы но я ее не топлю 0 плюс 3 вот у нас была отепель да а я не топила ее ну так я практически каждый не топлю почему потому что в нее обмонтированный котел там внутри находится вода которая разносится по трубам по всему периметру дома то насос скачает вот эту прогревшуюся воду в этой печи и нагревать дом вот она у меня практически постоянно действующий может сказать что касается русской печи я ее топлю только тогда когда мне хочется что-то приготовить в день дело в том что у меня нету духовки дня из электрическая плита на которые я готовлю да и мультиварка а духовки нет и я готовлю в печи но есть там печенье выпить мясо какой-то запечь она у меня как как этот как духовка работает но и кстати намного вкуснее получается чем в духовке все блюда но сами понимаете да почему вот плюс иногда я и топлю меня приезжают мама с племянником они любят полежать на печи погреть косточки вот для них иногда затапливаю тоже вообще как камин иногда топлю но это не так часто почему потому что во первых она и предыдущие хозяева ее немножко декорировали скажем так они плиткой и обложили это часть которая закрыта плиткой она не дает тепло тепло только вот наверху где палате да где вот спать можно там идет инфракрасное излучение от кирпичей кстати она сверху засыпана песком он еще больше дает сохранять тепло вот и да и вот пока я топишь вот из как это называется отверстие в которые дрова кладут из него ну как от камина короче циклой идет вот ну в общем вот таком но так я использую русскую печь и не часто я топлю меня просто очень занимает вопрос как справиться с холодом в своем доме ну вот я так справляюсь я днем топлю мне достаточно тепло на ночью я не топлю я сплю ночью а вот и под утро я просыпаюсь и и в доме уже достаточно холодно но на ночь я оставляю вот у меня здесь в спальне стоит конвекторный обогреватель на кухне стоит тепловая пушка ночью и так если не сильные морозы то утром я могу проснуться плюс 18 в доме если очень сильный мороз то температура даже при обогревателях может упасть там до плюс 13 плюс 14 утром я встаю закутываюсь теплые вещи и затапливаю печь и но надеюсь когда газ проведут у меня будет круглосуточное тепло а может уголь купить он медленнее горит и тепло дольше дом сохраняет родители мои топили углем помнится мне брикеты еще ну я пробовала и брикетами и углем вы знаете я не заметила бы сильной разницами с дровами но просто чисто для интереса купила немножко и угля и брикетов нет знаете мне это кажется зависит от печки если печь буржуйка там маленькая какая-то то может быть это имеет смысл да а у меня же она печь подключена к агб системе она страшно вместительная большая не знаю не дает уголь и брикеты столько тепла сколько дрова и не держит так долго тепло я не знаю чем это связано может быть особенности строения печи какие-то ну в общем дровами у меня лучше всего тепло дрова тает короче а расскажите по соседей по деревне пожалуйста хорошо вас приняли у вас дружная деревня знаю есть такие села где очень дружно в храмы вместе праздники вместе белка лесная и заодно по ощущениям как по ощущению расходов деревне больше или меньше чем в городе учитывая что у вас как я понимаю хозяйства нет особо еще и планируете ли заводить сужилась а ну вот про соседи я постепенно здесь с людьми год знакомлюсь то есть вот я уже достаточно хорошо общаюсь с женщину с семейной пары у которой содержит корову и продают мне молоко с творогом а они что у них детки есть уже да они содержат свое хозяйство трактор там есть у них вот и ольга она мне помогала когда я болит заболела она приносила мне лекарства то есть но вот но достаточно близко чтобы так вот с продавцом из магазина это что хорошо общались там часто заглядываю с одним из продавцов в одном магазина с два магазина сели вот так вот кого-то встречая на улице там поверхностно общаемся вот недавно с соседом кстати познакомились который у меня здесь соседний дом поближе познакомились пообщались то есть но я и штука начинает знакомиться с людьми здесь люди все знаете достаточно возрастные старше меня намного лет на 10 на 20 а много только коровесники те у которых молоко покупаю ну есть еще помоложе молодые люди которые пытаются ко мне в женихе набиваться вот они не понимают что я достаточно взрослый человек уже для них ну в общем такой вот мы пока мы знакомимся узнаем друг друга вот так все хорошо но я человек еще знаете такой не не часто выхожу на улицу по крайней мере зимой я не знаю как летом будет я же летом только только приехала я даже не успела еще ни с кем-то познакомиться но с теми с кем я знакомлюсь я у всех беру контакты и периодически да там люби созваниваться ли общаемся мы как по ощущениям расходы в деревне больше или меньше чем в городе но вот смотрите и в городе я когда жила и снимала там квартиру я платила за схему по моему 12 тысяч месяц и это было еще до и своего в общем сейчас то в квартиру которая жила там наверное не меньше 15 тысяч съем стоит это это на окраине города это студия маленькая небольшая то есть это не однокомнатная какая-то в это маленькая студия плюс у меня там на продукт уходила не знаю достаточно много денег знаете там очень много соблазнов в городе я вам скажу ты только вышел за порог квартиры до и раз у тебя на каждом углу пятерочки магниты как торговые центры ты заходишь ты волей-неволей что-то ты его и покупаешь нет такого что то просто зашел в торговый центр и ничего не купил или в продуктовый да и в основном это как вы знаете как прогулка что ли но зимой по крайней мере летом я вот на велосипеде каталась там за город в лес там более так просторно себя чувствуешь но а зимой не особо курить так погуляешь ты туда в общем лично мне по моим ощущениям городе для меня было дороже и не знаю может быть если у кого-то есть своя квартира там кому-то полегче это будет она в моем случае это было намного дороже и по коммунальным платежам было дороже и по съему съем много жирал да и здесь вот я прямо копейки плачу за жкх за коммуналку просто ни о чем я просто никогда даже не видела что может быть такая маленькая коммуналка я надеюсь так всегда будет за электричество там нет каких-то баснословных сумм они во много раз меньше чем у меня короче было а а вот единственное что я здесь за интернет плачу в месяц гораздо больше чем я платила в городе почти в два раза ну поскольку у меня здесь частный провайдер до получается или как-то который меня подключил к ростелекому к башню к этой через антенна через усилитель вот и здесь мобильная связь дороже чем в городе по крайней мере на я сидела на билайне предыдущий провайдер у меня был и достаточно долго я там сидела и видимо из-за того что я достаточно долго и была постоянным клиентом у меня там была небольшая абонентская плата в месяц а здесь два раза больше мне пришлось перейти на другого оператора потому что здесь не все не все связь ловит операторы да меня сейчас две симки и и они мне достаточно дорого обходится почему две потому что одна иногда я не знаю по каким причинам связь пропадает на одной симки иногда люди мне не не получается люди у людей мне дозвониться да там или что-то написать у меня есть на это случае вторая симка я держу ее да вот ну вот так вот в остальном по продуктам здесь кстати меньше соблазна накупить чего-то там потому что ну ассортимент как вы понимаете в сельских магазинах ну достаточно хорошие да я бы не сказал что там какие-то дефициты каких-то нельзя продуктов купить а там все можно купить все что вам нужно из продуктов самых необходимых да там а вот но я здесь не так много денег на продукты трачу больше соблазнов опять же в городе там больше ассортимента в какой-нибудь пятерочки там выйдешь и не можешь не купить свою любимую шоколадку а здесь например любимой шоколадки нету и ты довольствующийся сырничками из местного творога деревенского в общем так вот по деньгам мне здесь плане проживания более комфортно но опять же дом он требует вложений и вот например на дрова очень много у меня трат да я уже третий грузовик вот заказывать потом если нужно поехать куда-то в город это тоже достаточно много денег уходит поскольку я без своего авто да то есть мне приходится тратить деньги на такси на автобус который два часа езды как я уже говорил до города да то есть на дорогу много уходит на какие-то знаете я очень много на вал берез покупаю всего это большой соблазн я кстати в этом году хочу челлендж себе устроить извиняюсь котята играет камеру мне дергают в общем чтобы не очень много заказывать на вал берез поскольку здесь магазинов нет мне иногда по хозяйству требуется какие-то вещи там да там вот краску купить для стен шторы там повесить еще что-то но такие для дома что-то да я заказываю все на вал берез и кстати инструменты все вот все на вал берез заказываю все что для дома нужно поскольку я здесь сюда приехала и у меня быть еще не обустроен конечно же требует много вложений но если не учитывайте это да если чисто вот так обрисовать что я уже все здесь обустроила и все нормально да то получается здесь дешевле чем городе и соблазнов меньше потратить чё-чё-чё-чё я говорил в алберез это большой соблазн вот но тем не менее нормально здесь же и да если не учитывать то что я сейчас достаточно сильно мощно вкладываюсь в обустройство дома в ремонт а очень много где нужно утеплять дом ремонтировать и так далее то есть в это вложение много достаточно и поскольку в это вложение много никаких и я же никакой живности я не планирую сейчас заводить не честно говоря не не даже вы сейчас потому что и по участку много нужно будет делать особенно летом и потом вот сейчас вот крашу стены ну то есть весна придет ремонт ну нужно будет ремонт вкладываться то есть ну так вот весомо это будет и не до животных честно вот мне даже вот с пятью кошками с шестью трудно справиться потому что они когда их было двое я вообще не замечал что у меня кошки есть ну с васей я даже тоже как-то особо не замечал что ну форма стал больше уходить а когда вас появился у меня но когда появились котята это знаете как стадо коз содержать наверное очень много уходит корма очень много нужно за ними убирать поскольку они сейчас у меня живут дома выпускать их будут тогда когда котята подрастут и стерилизованы будут и у меня на свободном выгуле сейчас только вася и то он в морозы не хочет выходить на улицу я у прям иногда выпины вот чтобы он подписываться хотим чтобы он в доме не как вот ну когда тепло он конечно хоро гуляет сам по себе вот а с остальными мне приходится ухаживать за ними пока 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 буси не стерилизована пока котята дома живут как отнеслись к вашему переезду близкие и друзьям какой стиль в интерьере хотите создать как отнеслись к переезду близкие и друзья ну про маму я уже рассказывала да то что я поставил ее перед фактом она была не ну когда я рассказал что возможно куплю дом она была мягко говоря возмущена она пыталась мне помочь купить квартиру я сказала мама нет я сама разберусь на общем я купил дом и поставила перед фактом но что касается друзей и близких кто-то меня поддержал кого-то прям были глаза горели говорили ты молодец ты такая смелая вот ну поздравляли меня да вот недавно звонил друг кстати из болгарии но как мы с ним общаемся там пару раз в год на день рождения он не звонит общаемся с ним и он узнал что я дом купила он так восхищался год я нисколько не сомневался что ты всегда была умная ты знаешь что ты делаешь ты и молодец и мне было так приятно если честно столько добрых теплых слов слышала но вот близкие друзья они меня поздравляли поддерживали более дальний круг общения они там знаете было такое какое-то ну немножко у пальцем уиска люди крутили да говорили кто-то вообще не верил да что я это всерьез говорю что я собираюсь дома деревни покупать и переезжать туда кто-то думал что я просто стебусь так вот или кто-то там говорил да ты сумасшедшая что ли зачем тебе это что-то придумаешь ну но это дальний круг общения да это люди которые не близки мне я под ним назвала его близкими так вот поверхностно мы с ними общаемся вот может быть даль давние знакомые какие-то да как с которыми мы давно знакомы они ну не совсем приняли эту идею поэтому я практически никому не рассказывала знали только очень близкие друзья и родственники до последний момент догадывались но не знали сын вот так вот так значит какой стиль в интерьере хотите создать вы знаете я сторонник минимализма знаете когда я переезжала в этом перевозил вещи у меня хоть и съемная квартира студия там не так много вещей можно уместить да у меня практически не было мебели но у меня было столько барахла на кухне с посуды разной и одежды старой и каких-то вещей которые имея давно не пользовалась и они просто лежали лишь бы возможно когда-то пригодятся знаете вот это было так тяжело все сгребать собирать чемоданы я поняла что у меня бы хотелось по минимуму всего чтобы было пространство много чтобы было света много вот когда окна поставлю ваш пошире меня будет с возле печки окно вот но здесь побольше света будет я белым все покрашу чтобы было много света мор много воздух пространство не не нагромождено чтобы было мать я люблю когда дышать можно а вот я люблю йогой заниматься мне важно чтобы было место где можно было йогой заниматься то есть полки может быть какие-то как-то высоко расположены от кошек я еще пока не придумала в общем в общем все по минимуму чтобы было светло свежо ну так вот как-то я по крайней мере на вскидку сейчас я не знаю как будет точно но так бы хотелось белочка красотка действительно размером уже с маму здорово если вырастет мини пантерочка мне кажется она будет крупной как вася тоже ваш очень крупный ковод я еще таких больших никогда не видела но такие лапы мощные знаете с мою ладонь у меня ладошка маленькая у него такая вот лапа мне кажется белка в него хотя он кастрированный на минуточку не знаю может быть дальние родственницы какая-то у меня два кота подоб по добрыша и мне мечталось чтобы они выросли в больших животных на не в итоге скромные по размерам люблю их очень рада за людей у которых пушистское счастье очень внушительное не знаю но действительно при я вас очень ласковый кстати он часто просится к на колени мурчит как трактор у меня племянник смеется все время шутят над ним подходит к нему начинает его гладить так вася давай заводись как трактор начинает мурчать прикольно прикольно из того что он крупный вот это мурчание она знаете звучит внушительно так как вы знаете но действительно приятно так 100 квадратных метров дом все отапливается а смотрите основной дом он отапливается все но здесь тепло держится когда я поставлю окна только вести вообще в основной части дома будет тепло и думаю ну пластиковые потому что в основном здесь только из окон сифонит а вторая часть дома где другая комната там раньше были сене пристроит от получается она холодная и значит туда я хочу дверь поставить чтобы во-первых тут холод не шло вторых нужно подумать как эту часть дома утеплить там она хоть и батареи там есть но они как будто бы топит сарай знаете вот как в сарае прохладно и в этой комнате тоже прохладно она летняя и там несмотря на то что батареи там не топится вот но я и закрыла строительность занавеска я уже вам показывал да и ну пока живу так-то надо будет и межкомнатная дверь тоже ставить надежда пишет наташа чтобы жить в своем доме нужен мужик рукастый одной женщине тяжело желаю вам такого человека встретить спасибо надежда насчет рукастых мужиков сегодня у меня или дома два рукастых мужика поезд ларца одинаково с лица но я к тому говорю что всегда находятся мужчины которые готовы помочь по хозяйству я не состою с ними ни в каких личных отношениях мы просто знакомы поверхностно знаете очень много чем больше я здесь живу тем больше нахожу контактов людей а мастеров своего дела скажем так где-то через авито где-то через знакомых вот сейчас сельскими я с местными начинаю знакомиться ближе узнаю кто чем занимается кто чем может помочь вот так вот такое да то есть ну без мужских рук я здесь не живу поверьте мне ну конечно в каких-то моментах я пытаюсь справляться сама и мне это не всегда легко дается я не буду лукавец да но тем не менее где-то что-то мне все-таки мужчины помогают и иногда и я иногда просто вот из чистого сердца да как говорится иногда я даже рада что я могу оплатить их труд да там кто-то зарабатывает на этом тем более что есть ну действительно люди которые понимают в своем деле очень хорошо вот электрика хорошего знаю мне здесь вообще классно все по электрике сделает то есть когда нужно вот ну то есть знаете не испытывая дефицита мужских руках скажем так и для этого не обязательно нужно вступать с кем-то в личные отношения чтобы был мужик рука сто рядом хотя я не спорю да если у вас есть муж конечно же намного легче но я не совсем таком бедственном положении да скажем так чтобы бросаться на кого попало и лишь бы кто-нибудь снова рядом был я вполне справляюсь так вот с наемными мужчинами скажем так нормально пока вот и извиняюсь у меня кошки там шумят так это почти два дома по 50 квадратных метров ну да 100 квадратов это я кстати еще мансардный этаж тоже хочу утеплись обустроить чтобы там можно было жить но не знаю когда у меня дойдут руки до этого не знаю напомните большое ли село я не знаю как вам описать насколько оно большое но здесь меньше тысячи человек очень много пустующих домов я бы не сказала что оно большое по площади оно точно небольшое оно маленькое по населению тоже маленькое мне кажется но небольшое но не совсем уж там крохотное но небольшое а не страшно по округе ходить собаки деревенские животные дикие больше всего боюсь собак и волков всяких слушайте собак я не боюсь у меня раньше были собаки то есть до кошек у меня были собаки ну как то я с ним на одной волне ну то есть собак я не боюсь хотя есть собаки ну тут я агрессивных не вижу по крайней мере в селе ни одной не встречалась с некоторыми даже уже знакомы они мне хвостом виляют там приветствует он соседский пес рекс меня уже признает как свою вот не видела здесь агрессивных собак не боюсь знаете вот ездила я на осмотр дома когда только выбирала дом покупала в какую-то деревню я приехала осмотреть дом и там этот мужчина который дом продавал он говорит здесь живет сосед у меня и он на ночь выпускает своего алабая чтобы вы понимали алабая это огромная такая псина как собака баскервилли и это он его выпускает ночью а как охранника я знаете так вот это послушала и мне как-то холодок по спине прошелся поскольку там тоже деревня кстати небольшая и он говорит кошек не любит и я сразу так раз у меня внутри все сжалось и я поняла что не буду покупать этот дом в этой деревне ну не знаю вот здесь мне повезло с собаками они конечно некоторые лают на меня но все-таки не дикие собаки домашние они не страшные а насчет диких животных я кстати никого не видела пока из диких хотя когда гуляла в лесу летом я ездила на велосипеде я видела следы их экскременты там и так далее меня охотники предупреждали что кабанов много в лесу но я никого не встречала только следы ведь у себя вокруг участка я вижу следы зайца косуль то ли лисие то ли волчья но мне говорят что здесь волков нет значит это скорее всего собаки бегают можно лисы бегают я не знаю не боюсь вообще вот сидя дома диких животных как-то не страшно вот так приходилось ли сталкиваться нет с некими животными не приходилось сталкиваться хотя я знаю что они есть с собаками сталкивалась они все дружелюбные вот так с прошедшими праздниками Наташа с кем ты их отмечала я рада что твоя мечта сбылась я с кем я отмечала и как отмечала знаете есть некоторые такие моменты личные которые я озвучивать не хочу вот хочу сберечь свои личные прославства скажем так вот но скажу так что это первый новый год в моем доме в своем доме здесь мне было максимально комфортно не так как в городе в городе у меня была постоянная тоска но я об этом видео рассказываю да в своем крайнем что здесь гораздо все спокойнее уютнее комфортнее и тот вайб деревенский который я хотела и знаете это как своего рода психотерапия да свой дом это как какой-то рода терапия это как иметь психолога и ну вот какая-то реальная терапия здесь душевное спокойствие и теплота даже несмотря на то что бывают моменты да когда я просто одна дома часто я очень одна дома да бывают я не чувствую ни одиночество здесь ничего здесь нету какого-то такого настроения плохого там депрессивного которое у меня часто было в городе я не знаю с чем это связано может быть действительно место хорошее такое может быть от того что я наконец-то нашла то что искала у меня уже такое состояние внутреннего баланса гармонии вот я не испытываю дискомфорта даже находясь наедине сама собой даже в празднике вот я тут болела у меня было день рождения ко мне никто не смог приехать во-первых морозы были сильные во-вторых у меня там все родственники заболели даже в этой казалось бы тяжелой ситуации когда я одна у меня день рождения у меня температура 38 5 а внутри у меня был какой-то такой знаете штиль не было никаких сожалений разочарований мне было очень комфортно так у нас в деревне где дача у бабушки была постоянно псы какие-то носятся а у ребят знакомых волки утащили собаку зимой слушайте ну может быть да где-то в деревнях каких-то диких где собак не кормят может такие случаи есть и где волки водятся но у нас здесь вокруг поля у нас нету глухих таких лесов видимо поэтому с волками волков здесь нет у нас в деревне ни одна собака даже на кошку не нападет они в мелких населенных пунктах все друг друга знают и кошка людей да кстати да здесь они ну как-то ближе знакомы с друг другом да это не как в городе где совершенно незнакомая собака сталкивается с незнакомой кошкой и друг на друга друг за другом они гоняются действительно коты все друг друга знают и поделили уже между собой все территорию да и с этим проблем нет Наташенька многие блогеры на прямых эфирах публикуют реквизиты для донатов и хотящие помочь им люди перечисляют по своим возможностям вам ведь такая помощь не будет лишней работу работы по дому еще очень много да может быть вы тоже такой формат ведете просто людям хотящих помочь было бы приятно спасибо услышать в прямом эфире или вы против я не против такой помощи я везде оставляю реквизиты под всеми своими видео по крайней мере на ютубе у меня есть такое реквизиты юмани кошелька а потом я пыталась какой-то сервис донатов на этом зарегистрировалась ссылку дала но он какой-то странный оказался я не могу тут деньги вывести которые мне люди задонатили поэтому я пока эту ссылку скрыла ну надо изучить может быть еще какие то есть форматы перевода денег я не знаю можно ли размещать номер карты не опасно ли это будет если например номер карты сбербанка размещу вот у меня висит номер юмани кошелька вот и все не знаю надо изучить этот вопрос но реквизит у меня есть тот кто захочет найти он найдет вы до этого жили в деревне уже в зрелом возрасте или только в детстве я жила в детстве в деревне у нас у нас каждое лето на летние школьные каникулы бабушки возили в деревню здесь в нижгородской области и плюс краснодарский край тоже летом иногда бабушки если отдыхать но это когда мои маленькие сестры еще были а уже в зрелом возрасте но я только приезжала там и погостить у кого-то в деревне было такое но так чтобы жить я не жила хотя и в детстве и в зрелом возрасте я уже ну как бы знакомый с деревней нету там совсем такого да что я как бы раз и здесь неожиданно оказалось да и и не знаю что делать мне как-то легко все удалось да я даже с радостью я уже давно мечтала о том что вот буду заниматься своим домом своим участком ну по мере силы возможности конечно же я это делаю но ну в общем нет таких каких-то моральных знаете трудностей на этот счет что вот я оказалась какой-то среде и мне здесь очень-очень тяжело я не спорю да физически здесь это действительно приходится тяжело и кстати очень сильно это ощутила когда только-только переехал сюда я прям почувствовала тело как у меня мышцы сразу все заработали тут постоянно приходится двигаться что-то делать и очень хороший сон у меня кстати наладился сразу сон как я сюда переехала я стал физически уставать и очень хорошо спать я очень хорошо стала засыпать в городе у меня такого не было у меня были проблемы все время со сном а я там бессонницей страдала здесь у меня бессонницы практически нет но единственно что вот сейчас котята они иногда ночью будет там покушать кому-то или играть начинают ночью шуметь вот он так это плюс ну и конечно же здесь знаете любое это не связано с деревней конкретно да любой переезд куда-либо это всегда стресс неважно там вы из квартиры в квартиру переезжаете или из квартиры в дом или из дома в квартиру всегда это стресс любой переезд это стресс любое переезд на новое место жительства это всегда стресс и вот я сейчас как бы адаптируясь не в том плане что я адаптируюсь конкретно к деревенской жизни а к новому месту жительства В том плане, что я изучаю только здесь, как всё здесь устроено, что и как. Но не в том плане, что я совсем ничего не знаю, и такая вот здесь сижу в шоке от происходящего. А в том плане, что, во-первых, я была морально к этому готова, что здесь всё будет так. Но, тем не менее, физически же вы что-то делаете, как-то узнаёте много нового интересного для себя. Как бы вам объяснить моё состояние, да? Морально, душевно я в полной тотальной гармонии. Я к этому долго шла, я к этому долго стремилась, это моё, это мне нравится. Физически и психологически, конечно, идёт момент адаптации, вот сейчас на текущий момент, да? Я подстраиваюсь под новое место жительства, я где-то обживаюсь. Как-то это при любом переезде, это не связано конкретно с деревней. Это у любого человека будет в любом случае, да, адаптация к новому месту жительства. Вот. А насчёт деревни, деревенских каких-то забот, мне нравится чистить снег. Мне нравится топить печь, я очень люблю смотреть на живой огонь. Мне нравится готовить у русской печи. Мне нравится то, что я здесь на мангале могу шашлыки пожарить банально, да? Мне нравится, что здесь я вышла, у меня сад. Я прям в пижаме могу выйти в свой сад, хоть зимой, хоть летом. Просто оказаться сразу на природе, подышать свежим воздухом. Это просто фантастично. Потом, мне нравится, что я нахожусь в своём доме, не на съёмном жилье. Вот, кстати, меня, наверное, поймут люди, у которых нет своего жилья, и кто живёт на съёмной квартире, там ещё где-то, да, или с родственниками. Вы, наверное, вот все люди поймут мою радость, да? А те люди, у которых есть своё жильё, они, наверное, не понимают, почему я так радуюсь, и в то же время мне так тяжело. Я не знаю, как это достаточно многогранное такое состояние. Я очень рада, что я обустраиваю своё жильё, понимаете? Я здесь делаю всё так, как я хочу. Здесь мне никто не указывает, как надо, как можно, как нельзя. То есть даже если есть какие-то серьёзные трудности, да, там, я вижу, ну, сталкиваюсь с какими-то вещами сложными для меня, скажем так. Но они мне, меня не тяготят настолько, как если бы тяготила, если бы я жила на сёмной квартире, понимаете? Даже тяжёлые вещи мне здесь в радость, потому что это своё, понимаете? Вы преодолеваете препятствия и получаете результат. В материальной форме, да, вы создаёте своё пространство. Не для кого-то что-то делать, а своё именно, да? То есть не куда-то впустую, в холостую, да? Здесь вы прям выживёте, здесь прям действительно ощущается жизнь, так как она есть, да? То есть, ну, знаете, это поймут только люди, которые нашли своё место, которые, у которых нет забот, не было никогда, не знали забот о месте жительства, да? Наверное, вот эти люди меня не поймут. Был ли план «Б»? Что делать, если окажется, что это не ваше? Знаете, у меня даже не был такого плана, если честно. Я была настолько уверена, что я действительно найду то, что моё. Что мне даже сомнений не было. Это удивительно, я сейчас только понимаю. В процессе выбора, когда я ездила, искала дома, да? Вот, ну, я смотрела каждый объект, я понимала, да, это не моё, я здесь не смогу жить. Вот здесь это не моё, я здесь точно не смогу. Вот здесь не так, как я хочу. Там, здесь там печи нет. Здесь участок всего лишь пять соток. Выйдешь, как в этом, к подъезду возле городского дома, да, там и так далее. То есть я волей-неволей, я примеряла на себя всё, что осматривала, да? Понимаете? То есть я не выбирала головой, да? Тебе, блин, как-то это странно сказано. Ну, короче, у меня есть такое свойство. Я сейчас вам лайфхак расскажу, да? Когда вы делаете какой-то выбор, ну, неважно, там, это недвижимость, или вы какую-то покупку крупную делаете, или ещё что-то. Ну, всегда представляете себя уже в этой картинке, да, где вы обладаете этой вещью, или вы находитесь в этом месте, где вы хотите, и как бы проживаете эту картинку, как это объяснить. Ну, вот как актёр вживается в роль, да? Вот я, например, осматриваю дом какой-то. Я захожу внутрь и представляю, как я здесь живу. Вот я живу, я сижу за этим столом, я там выхожу на этот участок, что я вижу, как я себя чувствую при этом, насколько мне комфортно здесь, насколько некомфортно, какие окружают люди, какое пространство, где какие предметы, где меня что раздражает, где не раздражает, где у меня душа радуется, где не радуется, где какие-то есть моменты, которые у меня где-то всё сжимается. Знаете, вот так вот, это, мне кажется, настолько просто. И достаточно долго я не могла найти, чтобы у меня вот прям всё комфортно было, всё устраивало. В итоге всё-таки началось такое место. Я человек дотошный. Если я что-то выбираю, я вот буду прямо, да, и у меня никогда не сладо бы. Ну, знаете, вот если вот так вот я сейчас логически умом рассуждаю, так, ну, к примеру, да, я здесь сталкиваюсь с какими-то непреодолимыми трудностями, я не знаю, там, тьфу-тьфу-тьфу, если у меня там что-то там прям сверху, такое будет, что, я не знаю, там, ураган крышу сорвёт с дома, там, я не знаю, что, ну, не дай бог, конечно, что вот я здесь не смогу жить, например, да, будут какие-то тяжёлые, если вдруг, не дай бог, я надеюсь, что такого не будет. Ну, конечно, я там поеду в город, сниму там квартиру на время, да, пока здесь что-то ремонтирую и так далее. А так я не собираюсь никуда. Мне здесь хорошо даже, даже если есть какой-то дискомфорт, мне интересно преодолевать вот эти трудности, да, эти препятствия, потому что я знаю, что по итогу всё это делаю для себя, понимаете, для своего жилья. Я не знаю, как ещё объяснить, ну, в общем, думаю, что понятно. Какие у вас огородные садовые планы на этот год? Очень хочу посадить клубники много. Я, у меня уже, знаете, я давно, я уже в городе, когда ещё жила, я себе представляла, вот у меня будет когда-нибудь свой дом, свой участок, я посажу много клубники. Я очень люблю клубнику садовую и ту, которая на полях растёт. Ту, которую на полях мне сажать не надо, я её так буду собирать, а в саду я, в садовой там много посажу, да. Значит, что, горох я хочу зелёный посадить, хочу попробовать посадить дыни и арбузы, я не знаю, вырастут они у меня или нет, в кукурузу посажу. Мне почему-то не так сильно хочется сажать помидоры всякие, там помидоры, кстати, не очень люблю, но вот огурцы более-менее люблю, но с ними, наверное, столько возни, но я попробую их посадить, не знаю, что у меня это получится. Картошку вообще не хочу сажать, хотя, знаете, чисто ради эксперимента я хочу попробовать вот под картоном, да, вот как называется, высокие грядки, да, сделать и для клубники, для других культурных растений, и картошку тоже хочу таким способом попробовать садить, ну, чисто для эксперимента, ну, вот чтобы там, у меня, кстати, вот поле картошки, которое выкопало, четыре мешка стоят, я их практически не ему, я почему-то здесь картошку не хочу, ну, чуть-чуть я осенью, по-моему, я ела, сейчас у меня какой-то аппетитный картошку пропал, ну, короче, я не хочу картошку сажать, ну, конечно, нужно будет изучать плодовый сад, как растут деревья, как что-то где-то подпилить, где-то покрасить, это малины я хочу посадить, еще ремонтантный побольше, я очень люблю малину, у меня, кстати, в саду очень много пустов крыжовника и черной смородины, есть красная смородина, но малины, как на мой взгляд, не так много, как мне бы хотелось, поэтому я буду ее досаживать, скорее всего, вот малина, клубнику, это мои любимые тоже ягоды, еще бы я хотела вишню посадить, крупную или черешню, больше черешни мне хочется, да, из плодового, вот я, знаете, сейчас очень много у меня планов, конечно, садового, огородных, я не знаю, как по факту будет, насколько у меня ресурсов хватит и физического, и финансового, чтобы все это осуществить, ну, по мере возможности, цветы тоже, тюльпаны, я люблю розы, хочу посадить, конечно, это будет все появляться, со временем расти, развиваться, не все сразу, ну, вот такие планы, но они не факт, что реализуются, посмотрим, что будет, какое любимое хобби, кроме рисования, что любите читать, я люблю вязать крючком, раньше очень много вязала, а сейчас у меня просто влезет, это нет, рису я тоже иногда, вот у меня был момент, когда я акрилом на холстах рисовала, да, какой-то у меня был период такой, что мне хотелось рисовать, знаете, вот с появлением дома, дом это уже как хобби, да, тут даже просто вот стену покрасить, кстати, я стену покрасила, смотрите, вот, даже вот просто стену покрасить, это уже, знаете, как хобби, ну, мое хобби сейчас это дом, основное хобби, обустройство дома, я бы так сказала, да, обустройство дома и участка, Вы знаете, у меня почему-то сейчас такая мысль возникла, что у человека хобби появляется тогда, когда ему нечего делать, извините, в квартире Хотя, ну, это такая неправильная, конечно, мысль, очень ограниченная Ну, знаете, в каждый период своего времени у меня был какой-то хобби Был период, когда я увлекалась фотографией Был период, когда я очень сильно увлекалась велосипедом То есть на велосипеде постоянно везде каталась, там, объездил всю округу, всю Нижегородскую область Вот, был период, когда я рисовала картины Был период, когда я вязала Разные периоды жизни у меня были какие-то хобби всегда Сейчас это вот дом и участок, да Да, вот был период у меня когда-то я картами второго влеклась Ну, сейчас периодически тоже, ну, коллекционировала даже какое-то время Сейчас подостыл у меня, конечно, к ним интерес, но тем не менее К своему хобби, кстати, еще могу отнести увлечение психологией Ну, это как? Увлечение в силу своей профессии, да? Как бы я не занимаюсь этим Буся, ну, чего? Чего ты кричишь? Ну, в плане того, что я психолог по профессии, но не занимаюсь этим Ну, это не мой постоянный вид деятельности, скажем так А скорее как хобби Несмотря на то, что это мое образование и моя профессия Да, это в плане того, что вот я изучаю себя Я изучаю психику других людей Вот это мне тоже интересно копаться И, соответственно, литература тоже связана вся с этим Все книги вот с этим связаны с психологией Там такое вот У меня очень много, кстати, на телефоне электронных книг Которые я часто слушаю И поскольку я читать не могу сейчас, да? Ну, как в силу занятости очень сильно и очень нагруженные Да, там переезды, обустройство дома и так далее Будет вот этот деревенский Я просто иногда включаю, слушаю книги Вот сейчас скажу крайнюю книгу, которая мне понравилась Которые читала Сейчас я смотрю у себя в библиотеке Вот мне очень понравилась книга Взрослые дети нарциссов Сейчас более точное название скажу Как исцелить травмы и научиться строить здоровые отношения Автор Шахида Араби Шахида Араби Не знаю, как точно ударение Ну, короче, взрослые дети нарциссов Очень интересная для меня книга Как для психолога Как для человека, который изучает психику Психологию Мне очень понравилась Я ее, кстати, не дочитала Я продолжаю слушать, точнее, не читать Так, что, на чем мы остановились Сейчас на минуточку Ну, вот это я уже озвучила, что люблю читать Вы упомянули, что вам нравится книга Звенящая кедра России Да, тоже нравится Я ее нашла, начала читать вроде бы Но она содержит неординарные советы И непонятно, как к ним относиться Как к художественному вымыслу Или иначе Я так поняла, что это большой цикл книг Да, это действительно цикл книг Большой там 10 томов, по-моему В связи с этим вопросом Эти книги продолжения друг друга Или несвязанные истории Да, это книги продолжения друг друга Это как сериал Это история бизнесмена Это реальная история человека Который оказался в нетривиальной ситуации Он познакомился с отшельницей Из сибирских лесов Это было все на самом деле Я встречалась с автором этих книг Когда-то он приезжал к нам в город С презентацией своих книг Я действительно общалась с ним Как с живым человеком Это вся реальная история Это невыдуманная Хотя со стороны Она звучит как сказка Когда я читаю Там такие вещи озвучиваются Которые, ну скажем так Современному человеку Недоступные, непонятные Сверхъестественные Короче, не каждый готов Понять и принять Многие вещи в этом мире В этой жизни Которые необъяснимы Да, скажем так Ну, в общем, это Вы можете воспринимать это как хотите Я ни в коем случае Не хочу повлиять На ваше восприятие этих книг Все воспринимают их по-разному Кто-то читает их как сказку Кто-то не верит Кто-то верит Знаете, как отношения Ну, люди разные Сколько людей, столько и мнений Лишь это я для себя знаю точно Что это реальная история Что это реальные персонажи все Есть у меня Определенный круг знакомых Которые дают мне Такую уверенность в этом Да, понимание Что это действительно так И те вещи, которые там описываются Они неординарные Почему? Потому что Там описывается Другая цивилизация Я бы даже сказала Цивилизация наших предков Которую Историю которой Стерта Как бы из наших Учебников истории Поэтому это кажется Чем-то необычным Сверхъестественным Сказочным И так далее Но тем не менее Это место быть Но это мое отношение К этим книгам А вы как хотите Так относитесь к ним Большой участок С ума сойдешь Ведь ухаживать Даже просто косить У нас 10 соток Было крайне трудно В порядке содержать С одной стороны Нравится много места С другой требует Огромного ухода Ой, мы сажали клубнику Фрига Она в первый год Уже плодоносит Великолепно Очень вкусно Спасибо, что подсказали До снегов были ягоды Ого Надо тоже посадить В Рига Надо как-то запомнить Ну, большой участок Конечно же Это забота И большие Я с вами не спорю 38 соток Но, знаете Я не планирую Нахрапом Все в один момент Решить И сделать Я буду потихоньку Померить свои силы Возможности Как-то стараться Двигаться Где-то Обустраивать По кусочкам Да, то есть Я не сразу Вот все А вот по мере Своей силы Возможности И у меня, знаете Нету такой Скажем так Тревоги Сделать все Сейчас Срочно Срочно В этом году Нужно все Благоустроить Про бизнесу Нет Я к этому Совершая спокойно Отношусь У меня нету Переживаний По поводу Там Что деревья Стоят Неухоженные Что Ой, боже мой Тут траву Надо выкосить Слушайте У меня нету Такого Дачного Тремора Скажем так Я не знаю Как вам Я радуюсь Даже той Первозданной Природой Как она есть Даже не Облагороженной Мне уже Это Приносит радость Мне даже Знаете В некоторых Моментах Нравится Что такой Участок У меня Немного дикий И заброшенный Он более Как-то Аутентично Что ли Выглядит Не вылизанный Как у дачников Да Там все Как-то мне Не знаю Как-то Больше по душе Что ли Но не в том плане Что я не хочу На нем ничего делать Поэтому делаю вид Что мне и так Все нравится Да А в том плане Что у меня Действительно Более Естественный Ландшафт Для меня Мне больше По душе Чем Облагороженный Хотя В облагороженном Тоже есть свои плюсы Да Там Очень красиво Но в этом Много труда Нужно вкладывать Я знаете Я за то Чтобы Как бы Быть в гармонии С природой Не бороться с ней Да Как-то найти Компромисс С ней Чтобы И много сил Не затрачиваясь На Как-то На нее Да И в то же время Чтобы То Что она Производит Как бы Обратить В то русло Как это Объяснить Ну я думаю Вы мысли мои Поняли Да Что вот Согласие с природой Когда человек Находится И обустраивает Участок Согласие с природой Да Ему Не приходится Столько Затрачивать Моральных И физических сил Сколько Если вот Когда он У себя Что-то в голове Придумал И он пытается Эту идею Воплотить Упрямо В жизнь Не обращая Внимания На то Как себя ведет Природа Да А как Себя ведут Растения Почему они растут Так А не иначе Почему у них Такая природа Да И чем больше Человек Размышляет О природе Чем больше Находит С ней общий язык Тем ему Легче С ней Как-то Взаимодействовать И Ну органично Более Все получается Понимаете Нет Вот этих Вот вылизанных Или загаженных Участков Которые там В деревнях У некоторых Я кстати Не люблю Когда очень много Животных Да Содержится Они в какой-то В каком-то загоне Находятся Там Либо в сарае Либо в сетке Какой-то Сидят там Или утки Или кролики Мне неприятно Это Во-первых Это неэстетичность В том плане Что грязи Очень много Да Животных Производят И Во-вторых Они не в естественной Среде находятся Да Это тоже Как бы У меня Морально Немного Удручает И Забот физических О них много Да Если вот так Так содержать Вот Чем больше Более естественно Тем Спокойнее Скажется Так Наверное Но это Моя личная Философия Насколько Она будет Реализована В жизни Я не знаю По крайней мере К этому Стремлюсь У меня Слушать невозможно Что-то Постоянно Трещит Вы не пробовали Проводить Трансляции На рутубе Я там Смотрю Монтян Отличный Звук Знаете Мне кажется Звук Зависит Не от Площадки А скорее всего От техники Которая мне Есть У меня Может быть Микрофон Царапается Мою Извиняюсь Кофту Наверное Нужно Было Как-то По-другому Закрепить Может Так Будет Получше В общем Ну В общем Вот так Фотографии Ваши Хобби Тоже Вы Красивые Свои Фото Вкладываете Хорошо Получается Ну да Вот Я сейчас На мобильный Телефон Фотографирую Мне это Нравится Да Это Можно Назвать Моим Хобби А как Вы Йогой Начали Заниматься Что Это Для Вас Это Больше Для Укрепления Здоровья Или Больше Для Души Как Жизненная Философия Знаете И то И то И Жизненная Философия И Укрепление Здоровья Одновременно Я училась На преподавателе Йоги У нас Есть Очень Хорошая Школа Йоги Классической У нас Нижнем Новгороде Основал Ее Человек Врач По Профессии То Ну Так Достаточно Глубокая Школа Там Я пока Там Училась Я себе Позвоночник Исправила То есть Боли Позвоночники Себе Поправила То есть Прошли боли У меня Ушли То есть Да Для оздоровления Это классно Причем Я не просто Там Что-то изучила Да И вот Как-то В этом Нахожусь Я продолжаю Развиваться В этом Кстати Йогу Я могу Тоже Назвать Своим Хобби В некотором Роде Хотя Это Моя Профессия На минуточку Это У меня Есть документ О От Государства То что Я являюсь Преподавателем Йоги То есть Корочки Есть Но Пока Я для себя Это делаю Хотя Я пыталась Тут группы Вести Я поняла Что Не совсем Это мое Немножко Может быть Какие-то моменты Я вам буду Доносить Через видео Показывать Рассказывать Какие-то лайфхаки Где-то Я уже Кстати Пыталась Записывать Упражнения На видео Которыми Я занимаюсь Ой Вот Я не знаю Куда Прицепить Микрофон Чтобы было Хорошо слышно Потому что У меня То волосы Вот Сдевают То кофта Нет Надо мне Нормальный Микрофон Купить В общем Вот Хобби Йога Это тоже Мое хобби И для здоровья И жизненная Философия Во многом Многие считают Что йога Это вообще Религиозная Какая-то вещь Но нет Это не религия Это просто Образ жизни Скажем так Наташа А какое количество домов Вы посмотрели Прежде чем Нашли свой Сейчас попробую Вспомнить Я точно помню Что я смотрела Три или четыре Квартиры Но я Как только Их посмотрела Я поняла Что не хочу Жить в квартире Вообще А домов Сейчас попробую Вспомнить Ну знаете Где-то 15-20 Я посмотрела Да За полгода Где-то так Да Я точно Не цифру К сожалению Не мог вспомнить Но где-то так Спасибо за интересную беседу На завтра Рано на работу Обязательно посмотрю В записи Кстати Тоже была На конференции Мегре Еще участвую Техникум Познакомилась С книгами По совету Школьного психолога Да Очень хорошие книги Я Когда читала Я рыдала В некоторых моментах Настолько эмоционально Они меня Зацепили Всем рекомендую Почитать Очень Даже если просто Как сказку Почитать Очень приятно Душевные Такие книги Звук и видео Хороший Беспомих Слава богу Звук вполне хороший Отлично Вопрос По медицине Лечиться И обследоваться УЗИ МРТ Анализы Будете проходить В Нижнем Новгороде Или Я росла В деревне По соседству С вами В деревне А потом Переехали В А потом Переехали В Нижний Новгород Частичка Моей души Осталась Навсегда Там В деревне А про медицину Слушайте Я пока не думала Я вообще Знаете Я даже Когда в городе Жила Я не частый Посетитель больниц Скажем так Я их вообще Не люблю Я в них попадают Тогда Когда Ломаю руку Я по больницам Не люблю Ходить Честно Даже вам По секрету Скажу Такой момент Был в моей жизни Сейчас Вам такую Историю Расскажем Вы наверное Сумку Покрутите У виска Пальцем Насколько Я человек Который Не доверяет Медицине Скажем так Но я не спорю Что медики Они в чем-то Могут помочь Но тем не менее Встречалась я С мужчиной И Ну мы что-то Игрались Обнимались И Он намного Крупнее меня И он меня Так сильно Сжал в объятиях Что у меня Хрустнуло Ребро Короче Невольно Он сломал Мне ребро Вот И Как бы Это было Накануне Нового года Был момент Такой В моей жизни Нам нужно было Ехать К его маме Встречать Новый год Мы уже Купили билеты Это прям Было То ли 30 Декабря То ли 29 И я понимаю Вот в этот момент Что если сейчас Начнется история С больницами То я Никакого Нового года Не будет Никуда Я не поеду Он поедет К маме Поскольку Она одна Живет А я Остану Здесь В городе В больницах Я понимаю Что я не хочу Больниц Хотя у меня Была дико Адская боль В больницу Я не решилась Поехать Мы поехали Значит с ним Купили корсет Такой Поддерживающий Для У тех Ортопедический Вот И я в этом Корсете Ходила Все новогодние Праздники Были более Такие Неприятные Достаточно Было тяжело Дышать В некоторых Моментах Но я Как-то Все это Стерпелось У меня Видимо Это Не само Ребро Сломалось А хрящик Который Присоединялся К Грудине Который Присоединял Ребро Он Хрустнул И от этого Были боли Вот Но Потом Через неделю Две Я стала Замечать Что у меня Просто боль Прошла Я уже Не замечаю Что у меня Что-то болит И Все Прошло Как будто И не было Ничего Ну Это Чтобы вы понимали Мое отношение К больницам Вот Но Конечно Когда я Ломала руку И два раза Я ломала Мне за Операцией Я лежала В больнице В остальных Случаах Я считаю Что человек Способен Сам справиться С некоторыми Болельщиками Организм Точнее У человека Если Правильно С ним Обращаться И если Правильно Поддержит Свою Эмунсет Он Способен Обходиться Без Медикаментов Без Медицины В некоторых Случаах Там Но если Конечно Что-то Случится То Наверное Я Вызову Скорую Из Район Йогой У меня Кстати Очень Много Видео Записаны С полезными Упражнениями Ну да Я наверное Буду Показывать В каких-то Видео Своих Рассказывать Ссылки Давайте Кстати Если Вы Не Подписаны На Телеграм Канал Подписывайтесь Здесь Я Скажем Так Более Активно Его Веду На Ютубе А там Только В основном Видео Размещаю А здесь Некоторые Моменты Какими-то Моментами Делюсь В том Числе Этими Упражнениями Могу Делиться Кстати Да Вот Ну Смотрите Тут Елена Пишет Что Хочет Заниматься Йогой Я Кстати Было Время Когда Был Ковид Я Вела Йогу Онлайн Я Набрала Группы По-моему Из Десяти Человек И мы Онлайн Занимались Все Мести Правда Это Сначала Я Два Раза В неделю Мы Занимались Ну Это Конечно Не Так Эффективно Как Если Офлайн Заниматься Вживую Но Тоже Своего Рода Есть Какие Плоды Потом Я Поняла Что Мне тяжело Два Занятия Можно Кстати Организовать Если Хотите Онлайн Занятия Йогой Но Это Знаете Это Йога Это Не Совсем Скажем Так Про Извиняюсь Кошки Дергают Штатив Йога Это Не Совсем Про Физические Упражнения Порой Даже Это Больше Работа Скажем Такого Психологического И ментального Плана Потому Что Все Здоровье У нас Начинается С нашей Психики Все Болезни От Нервов Это Прежде Сего Работа С Этим Делом И В Совокупности Физика С физическими Упражнениями Это Дает Определенный Эффект Почему Например Те люди Которые Занимаются Спортзалах Они Не Всегда Получают Здоровье Точнее В Большинстве Своем Случа Они Гробят Своё Здоровье Потому Что Они Не Находятся В Контакте Со Своим Телом Они Выполняют Определенного Рода Программу Фитнес Программу Фитнес Упражнения А йога Она Как раз Нацелена На то Чтобы Человек Почувствовал Своё тело И Взаимодействовал С ним Не из головы Как он Там Себе Придумал А из Реальных Ощущений В теле Да То есть Ну Это Живое Такое Взаимодействие С своим Телом Через Свою Психику Очень Интересно Кстати У меня Есть О чём Рассказать На эту тему И Показать Тоже Наташа Будете Совет Из книги Звенящий Кедр Воплощать Жизнь Да Есть Какие-то Моменты Которые Хочется Хотелось Бо мне По крайней Мере Сделать Допустим Строить Специальные Природные Угли Или Сажать Растения С определенным Ритуалом Чтобы Они Обладали Лечебными Свойствами Да В этом Есть Смысл Кстати Я Кстати Давно Их Не читала Надо будет Ещё раз Перечитать И Многие Для себя Полезные Вещи Я там Находила Доброго Вечера Наташа Подскажите Если бы Не было Финансовой Необходимости Работать На работе В найме Вы бы Её бросили Конечно Я бы С удовольствием Занималась бы Только домом Обустройством Дома Участка Это Даже В некотором Роде Моя мечта Если бы У меня была Крупная Крупная Сумма На счету К примеру Которая бы Позволяла Мне жить И не работать А за Только Заниматься Домом Это Был Вообще Класс Но К сожалению Я вынуждена Сейчас Срабатывать Себя На жизнь А на еду Котам И себе И на Вайлдерис Нужно Заработать Тоже Вот Но Ноготочки Опять же Порадовать Себя Кстати У меня Новый Маникюр Новогодний Вот Ну Ну Пока Так Как Есть Я даже Уже Рада Этому Что Так Вот Сложилось У меня В жизни А дальше Будет Еще Лучше А хотя Бо Один раз В неделю Что Один раз В неделю А Заниматься Йогой Ну Посмотрим Я подумаю Над этим Вы Подпишитесь На телеграм Канал Я Скорее Сему Об этом Здесь Буду Размещать Информацию Я За занятия С вами И я Ох Слушайте Тут Уже Целая Группа У нас Набралась Ну Я подумаю Над этим Наташа Я читала Книги Мегре Поначалу Как сказку Но потом Мысли Высказанные Анастасией Логически Обоснованные Заинтересовали И особенно Идея О родовом Поместье Для семьи Сейчас У меня 85 соток Из них 5 соток Огород 20 сад Остальное Живая Изгородь Вот Вы Молодец Поляна Ягодная Свой лесок С грибочками Ой Какая Вы Молодец Постройки Извинистые Дорожки Полянки С целебными Растениями С Иван Чаем Ой У меня Прямо Мурашки По коже Дети Внуки Приезжают В восторге Так что Много земли Это хорошо Простор Для творчества Вот Я Том же Пытаюсь И всем Здесь Рассказать Да Вот То Что Вы Здесь Сказали Вот К этому Я Стремлюсь Тоже По крайней Мере На своем Участке Буду Стремиться И Возможно Даже Я Участок Расширю Со временем Есть Куда Кстати Я Уверена Что У вас Все Получится Да Моя Сестра Занималась Тренером Спортзальной Заработала Грыжу Ну Я Говорю Да Современный Фитнес Смотрите Про здоровье Друзья Это Про Какие То Программы Навязанные Вам Ну Там Совершенно Не Обращают Внимания У Каждого Ж Человека Все Индивидуально В теле Понимаете Нельзя по одному шаблону Дать какое-то упражнение И чтобы Все люди По этому упражнению Себе поправили спину Потому что Всех Ситуация Разная И йога Вот она Как раз Про то Чтобы найти Контакт Со своим телом Как-то Научиться Взаимодействовать Не из Шаблонов Каких-то А По-настоящему Да Так Значит Моя сестра Занималась Тренинг В спортзале Заработала Грыжу Врачи Сказали Что Все Операции Кстати Грыжу Очень хорошо Йогой Лечить Не нужно Никаких операций Она готовилась К операции По совету Брата Начала выполнять Пять жемчужин И к удивлению Врачей Операции Не понадобилось Ну я же говорю Пять жемчужин Это упражнение Из Ну вот Как раз Из йоги Насчет Ули Из книг Звенящики До России Вижу Людей Которые Строят Именно Такие Уже Имея опыт Содержания В них Тоже Очень Интересно Содержание Пчел Ой Я извиняюсь Тотята Мне разносят Комнату Опять Они Бесятся Они Знаете Что Делают Они Подпрыгивают У меня Висит Халат Допрыгивают До Халата Цепляются В него Когтями Ползут По нему Чуть Не По стене Были У меня Длинные Шторы Вот Они По ним Лазали Я Короткие Повесила Они Как-то Уже На Печку Прыгают Без Стремянки Представляете С пола Белка Прыгает На Печь Она Высокая Почти С мой Рост Представляете Котенок Маленький Уже Запрыгивает Как Высоко Если Что-то О чем Вы хоть Чуточку Жалеете Чего Вам Не Хватает В деревне Посещение Еще В городе Ходим На Танцы Саль Собачата Очень Нравится Весело Интересно Остались Ли Какие-то Повязанности О чем Скучаете В деревне Надо Подумать Почему Скучаю Знаете Я Вот Недавно Гуляла По Городу Мне Не Хватает Вот Этих Новогодних Огней Все Вот Это Украшено Когда По Новогоднему Наряжен Город Это Очень Красиво Когда Там Гуляешь Фотографируешься Но Это Знаете Это Не Так Что Поэтому Можно Сожалеть Это Можно Съездить И Погулять Да Вот Как Я И Сделала Вот Пару Дни Назад О чем Я Сожалею Ну Может Знаете О чем Когда Я Жила В Городе Я Последние Два Года Стала Очень Активно Кататься На Велосипеде За Город То есть До Этого Я Просто По Городу И В Округе Каталась А Это Я Стала Выезжать На Дальнее Расстояние Там До 100 Километров Я Каталась То есть На Электричку Садишься Едешь И Я Не Все Локации Еще Изучила У нас В Области Катаясь На Велосипеде Вот Я Пожалуй Об этом Жале Почему Потому Что Именно Из Города На Более Удобно Лежать На Велосипеде Велосипедный Туризм Более Доступен Скажем Чем Отсюда Где Я Сейчас Нахожу Здесь Очень Большие Перепады Высот И Здесь На Велосипеде Больно Ты не Накатаешься Как Там По Равнине В Городе Хотя Может Я Еще Не Натренирована Можете Еще Натренируюсь И Буду По Округе За 100 Километров Кататься Не Знаю Пока Как Ну Вот Об этом Я жалею Что Я Не Все Успела Посмотреть На Велосипеде Вот Наверное Так Но Это Опять Не Про Город Да Это Наверное Не Знаю Как Может Быть И Здесь Я Это Реализую Ну По Крайней Мере Там Вот Эта Движуха У У Меня Начиналась И Мне Хотелось Все Продолжить Не Знаю Как Получится Какой-то Опыт Стоит У Меня Котята Бесится А О чем Еще Знаете Нет Такого Что Как Вы Здесь Пишите Что Требует Какого-то Частого Упущения Привязанности У меня Никаких Не Осталось Таких Усильных Хотел Вы Учиться На Преподавателя Йоги Я Это Успела Сделать Даже Второй Год Обучения Успела Сделать До Переезда Я Уже За год До Переезда Я Уже Знала Что У меня Все Дойдет К тому Что Я Скоро Буду Что-то Покупать По Плане Жилья И Возможно Стоит Что Возможно Перееду Я Уже К этому Морально Была Готова Уже За За год Сделала Весь План Который Планировалось Сделать В городе Отучилась На Йогу В той Школе Которую Я Училась Знаете Еще Я Последние Семь лет Жила В Крайние Семь лет Жила В Очень Красивом Микрорайоне Жилищном Комплексе Который Находится Рядом С лесом И у меня Там С ним Связано Очень Много Теплых Воспоминаний Все Таки Семь лет Это Не один Год Очень Много Пережито Приятных В том числе Эмоций И Есть Какая-то Ностальгия Когда Я туда Попадаю Иногда Я туда Приезжаю Просто По местным Магазинам Погулять Походить Или По лесу Пару Раз У меня Получалось Представляете Котенок Прыгает Даже На короткую Занавеску Висит Даже На короткую Занавески Кошмар Чем они Больше Становятся Чем опаснее В общем Есть Какая-то Тоска По тем Временам В которых Я переживала Какие-то Приятные Эмоции Скорее Всего Но это Не так Что Из-за Этого Нужно Возвращаться В город Это Просто Поехать Город Погулять По своим Любимым Местам Прогуляться По набережной Федоровского Очень Любила Это место Прогуляться Там У себя На окраине Города В лесу Это Можно Все Осуществить Не обязательно Уезжать Обратно Из деревни Было бы Здорово Насчет Занятий Йогой Группой Онлайн Ну хорошо Я подумаю Над этим Я подумаю Как это Можно Реализовать Учитывая Мои Временные Ресурсы Я подумаю Может быть Как-то Что-то Придумаю И Напишу Об этом Озвучу Наташа Посоветуйте Какие Пройти Курсы На Кого Получиться Чтобы Заработать В интернете Из дома Очень Хочу Жить В деревне Но Нужно Как-то Себя Обеспечить Курсы Знаете Я бы Вам Не Курсы Порекомендовала А Просто Зайдите На Handhunter Это Такое Приложение Или Сайт Если Вы С Ноутбука Будете Заходить Да Кажется Буси Сейчас Задушит Белку Извините Сейчас Я Разниму Буся Отстань 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 Бушка Какая-то Злая Стала Она Теперь На Тришу Бросается Белку Сейчас Мучила Белка Видимо Ее Довела Она Ее Кусает Муж Ротки Ой Опять Микрофон Мы Содеваем Так На чем Я Остановилась Сейчас Минутку А Значит Какие Курсы А Ну Короче Зайдите На Handhunter Либо На Сайт Либо Скачайте Приложение И посмотрите Какие там Есть Профессии Вакансии Удаленные Для удаленных Сотрудников И посмотрите Какие там Требования У этих Вакансий Присмотрите Какие Работодатели Требуют Навыки У кого Как Там же Разные Вакансии Удаленные И посмотрите Что на рынке Труда Какие навыки Более Востребованы Какие Вы Могли бы Реализовать В жизни Для удаленной Работы Есть Работодатели Которые Обучают Сотрудников С нуля Вы можете Устроиться Сначала Как помощник Делать Какие-то Элементарные Вещи Есть Компания Которые Обучают Сотрудников Либо Которые Берут С нуля Там Что-то Простые Какие Работы Выполнить Знаете Очень много Возможностей Всяких Разных И Нужно Начинать Не с обучения А с Поиска Всех Навыков Которые Вам Необходимы Для удаленной Работы И вообще Для реальной Удаленной Работы Какие Сейчас Вакансии Есть То есть Вот так На рынок Труда Вы будете Если ориентироваться Вы поймете Что Может быть Вы даже Без курсов Сможете Изучить Дома Сядете Посмотрите Скачаете Какую-то Программу Поработаете В ней И поймете Что Блин Я могу Это без курсов Делать Как-то Стажером Куда-то Наймете Для начала И так далее Это все Как-то Само собой Обучение Получится Мне кажется Ну так проще Будет И реалистичнее Название сайта Помедленнее Хэндхантер Хэндхантер Знаете Он Как две буквы Х Обозначается В сети Хэ-хэ Хэ-хэ По-английски Не русский Хэ-хэ Сейчас Все У меня кошки С ума сходят Надо Пожалуй Завершать эфир Я уже Наверное Здесь Долго Сижу Можно Еще раз Произнести Этот сайт Для удаленной Работы Когда связь Пропадает Не поняла Название Хэндхантер Хэндхантер Просто наберите В поиске Как это Вакансию Удаленной Работы И вам Ссылка На этот сайт Сразу Выпадет Там красный Такой значок Красный Круглый И на нем Две буквы Х Белым Нарисованы Должны По-моему Такой Логотип У них А вот Да Мне даже В чате Показали Вот он Точно Красный Значок С двумя Белыми Бокуми Хэндхантер Давайте Пожалуй Завершать На этом Все Спасибо Вам Было Приятно Пообщаться Несмотря На то Что Опять Страблы Были С Ютубом Здесь Как-то В телеграме Все проще Намного И Уют 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 Я Конечно Буду Пытаться Настраивать Ютуб Не знаю Как у меня Будет В дальнейшем С трансляциями Но Пока Так Вот И Здесь Тоже Было Хорошо Пожалуй Я пойду То Я Сейчас Останусь Без Ну Короче У меня Кошки Разнесут Всю Комнату Вот Спасибо Всем За Внимание Запись Я постараюсь Сохранить Выложить На Ютуб Вы Еще В записи Все Посмотрите Давайте С вами Прощаться Пока Пока Так